Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Я дуже счастливый, что вы снова здесь со мной. О боже, не у вас дякую, дякую, дякую. Сегодня суббота, а значит у многих уже выходные. Завтра напоминаю, что выпуска не будет. Я как всегда к вам вернусь в понедельник. Обязательно вернусь, даже не сомневайтесь. Мне тут недавно написали, боже, какой акцент. Ты селюк. I am селюк. Селюк Евген. Для вас подготовил новый выпуск новостей. И всем желаю приятного просмотра. А также я рекомендую всем смотреть выпуск от начала до конца, чтобы ничего не пропустить. После основных новостей, как всегда, будет рубрика добра. Ну а после будет небольшой монолог разговор с вами. Ваша любимая болталка. Ну а прямо сейчас обрываемся в новости. Всем приятного просмотра. Понеслась. Берлинская государственная опера объявила о том, что все-таки решила возобновить сотрудничество с Анной Нетребко. Она выступит 15 сентября в опере Макбет. Дело все в том, что ранее некоторые концертные площадки Германии заявляли, что из-за войны в Украине пока не собираются сотрудничать с Анной Нетребко. Из-за якобы тесных связей ее с Кремлем. Теперь же в Берлинской опере говорят, что она в последнее время не выступала в России и не собирается в ближайшее время давать там никаких концертов. В начале года группа Pussy Riot отказалась выступать на международном фестивале в немецком Висбадене из-за участия в нем Анны. На фестиваль были также приглашены музыканты Национальной оперы Украины и артисты Харьковского драматического театра имени Тараса Шевченко, которые тоже отказались ехать в знак протеста против участия в мероприятии Анны Нетребко. Организаторы фестиваля в ответ на требования Украины отстранить Анну заявили, что не могут отказаться от выступлений российских артистов и от российской музыки и заявили, что такие требования недопустимы в свободной стране. В августе Анна Нетребко обратилась в суд с требованием взыскать с Нью-Йоркской метрополитен оперы 360 тысяч долларов компенсации за несостоявшиеся выступления и проведенные репетиции. Также она обвинила театр в клевете несоблюдения контракта и других нарушениях, связанных с увольнением ее из труппы. Ранее театр Метрополитен опера уже отказался от выступлений Нетребко после того, как началась полномасштабная война в Украине. По мнению представителей Анны, руководство театра и лично директор театра Питер Гелб использовали Анну в качестве козла отпущения в своей компании по дистанцированию от России. Ну а сейчас, как вы видите, Анна Нетребко возобновляет свою работу в Берлине. Я вам рассказал новость, теперь хочу, чтобы вы мне рассказали, что вы думаете по этому поводу. Рэп-певица Алена Алена объявила о временном прекращении своей музыкальной карьеры. В общем, она берет паузу на какое-то непродолжительное время. Этой неожиданной новостью она поделилась лично в Инстаграме у себя. Алена Алена сообщила, что хочет взять паузу в своем творчестве. И причиной такого решения стали проблемы со здоровьем, которые ухудшились в результате активных гастролей и постоянных переездов. Пока Алена Алена решила приостановить карьеру всего на три месяца, а уже дальше будет следить за своим состоянием. Также она пообещала всем, что полностью исчезать из соцсетей и медиапространства не планируют. И вот ее цитата. Не буду раскрывать все подробности, лишь скажу, что постоянное пересечение границы вытянуло за меня все силы, как моральные, так и физические. А еще сильно ударил по моему здоровью. Планирую в ноябре потратить месяц на восстановление сил организма. В декабре хочу посвятить месяц творчеству. Что будет в январе, еще не решила. Но знаю точно, что на эти три месяца я не исчезну из публичного поля. Я буду выходить в сторис, рассказывать, как я, что со мной происходит и вообще, что говорят мои анализы и так далее. Но я не буду давать концерты, возможно, только какие-то исключения. За последние полтора года я очень мало уделяла времени тому, что беспокоит лично меня, особенно здоровью. И пережитые стрессы начали вылезать боком. Это я могу констатировать точно. Хочу себя немножечко подлечить. Вот так заявила Алена Алена, а мы ей, конечно, пожелаем сил, терпения и чтобы все у нее получилось. И потом сразу же возвращалась и радовала своих поклонников. Легендарное трехчасовое шоу Тейлор Свифт «Эрос» выйдет на большом экране в кинотеатр. Трехчасовой фильм-концерт в кинотеатрах смогут увидеть американские, канадские и мексиканские поклонники Тейлор Свифт. А у нее их, поверьте, очень много. Остальным придется терпеливо подождать цифровой премьеры. О премьере сообщила сама лично Тейлор Свифт и назвала «Эрос» самым значимым и волнующим опытом своей жизни, после чего выдала поклонникам радостную новость. Шоу можно будет посмотреть на большом экране. Получается, что те, кто уже был на концерте Тейлор Свифт, переживут яркие эмоции снова. А кто не смог побывать на мероприятии, все прочувствуют в кино. И я могу себе уже представить, как кинотеатр на какое-то мгновение превратится в танцпол. Ну, мне так кажется. Фильм выйдет 13 октября для создания особой атмосферы. Она также предложила всем приходить в кинотеатр нарядными и с браслетами дружбы, чтобы там устроить шоу. Ранее Тейлор Свифт также сообщала, что выпустит перезаписанную пластинку 1989-2014 года. Long Play выйдет 27 октября и будет включать 5 ранее не издавшихся песен из эпохи оригинального альбома. В общем, как вы видите, у Тейлора Свифт все настолько хорошо, что даже приходится показывать в кинотеатрах, потому что не все желающие смогли побывать на ее легендарном шоу, которое на минуточку 3 часа вживую. Почти уже бывший муж Бритни Спирс. Сэм Асгари недоволен тем, что забастовка в Голливуде парализовала киноиндустрию, оставив его без работы. А он самый востребованный актер Алис Стан. Все режиссеры выстроились в очередь и просто мечтают его снять в своих фильмах. А тут вдруг на тебе забастовка. Ну, кошмар какой-то просто. Так вот, Сэм Асгари на фоне громкого развода решил воспользоваться ненадолго открытым окном возможностей, чтобы пока его имя еще на слуху пробиться в кино. Он уже заявил, что между ним и оскароносным Леонардо Ди Каприо есть кое-что общее. Понимаете теперь, насколько человек живет в Нарне, очередной пациент с больной фантазией. В общем, по его словам, забастовка поставила его в такое же затруднительное положение, как Леонардо Ди Каприо. Да что же он там все муссирует его имя, этого Леонардо Ди Каприо будто заклинания читает. А может быть это какой-то сигнал для Лео, мол, чувак, я свободен, и ты, говорят, по мужикам, так что напиши мне. Чекаю на тебе и все такое прочее. В общем, он сходил на забастовку тут недавно Сэма с Гарри, чтобы его поймали журналисты, само собой. Начали расспрашивать про Бритни Спирс у него. Ну, а что еще у него спрашивать? И вот его ответ. Присядьте. Мы здесь не для того, чтобы говорить о моей личной жизни. Мы здесь, чтобы привлечь внимание к моим братьям и сестрам, которые упорно работают и борются за мое будущее, понимаете? Я надеюсь, все решится очень быстро, и мы все сможем вернуться к тому, что мы любим делать больше всего, а именно к созданию искусства и вдохновению людей. У меня столько же рабочих мест сейчас, сколько у Леонардо Ди Каприо. И опять Ди Каприо. Нет, он точно ему посылает сигналы. В общем, конечно, удивительно, как парень поверил в себя, что он кому-то вообще интересен, что он как Ди Каприо. И все сейчас борются именно за его будущее, вот только за его. Это как-то связано, я не знаю, может быть, с запрещенкой. А может быть, когда он терял вес, вместе с весом и мозг ушел. Но вот по факту, о чем он вообще сейчас говорил? Чем он так уникален? Чем он интересен, кроме того, что женат на Бритни был? Да ничем. Был никем и останется им же. Никакого будущего в кино у него, конечно, нет. Но я про главные роли. И ставить себя в один ряд с Ди Каприо – это вообще какое-то безумие. В нем, конечно, для меня лично нет харизмы, ни фактуры, ничего, кроме банок. А этого добра, извините, в Лос-Анджелесе. И повсюду хватает. Этим никого сегодня не удивишь. Ди Каприо, может, и не обладает такими банками и прессом. Но он талантливый. Многозадачный актер с харизмой, что очень важно. А этот тебе товарищ что-то придумал непонятное. И меня, если честно, это забавляет. Жду ваших комментариев, дамы и господа. А мы продолжаем. А как вам такая новость? Операции женщин-хирургов успешнее и менее рискованные. По крайней мере, канадские и шведские ученые, анализируя 150 тысяч операций за 12 лет, выявили, что операции, которые проводили женщины-хирурги, проходят с меньшими осложнениями и лучшими результатами. Вероятность смерти пациентов женщин-врачей ниже 25%. Так что, по крайней мере, как утверждают ученые из Канады и Швеции, врачи-женщины-хирурги намного лучше работают, чем мужчины. А это новость просто. Трэш полнейший. Но мы с вами не перестаем удивляться. В этом мире есть все что угодно. Немного, так сказать, зашкварных историй вам напоследок, да? Фанаты Филиппа Киркорова настолько его обожают, что даже оттели выкупить его жир и плоть. По крайней мере, об этом рассказал Тимур Хайдаров, который делал ему операцию. В общем, умоляли продать вот это все, что там из него выкачали. Я даже не знаю, как это комментировать. Даже и не хочу, если честно. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Рэпер Фейс выпустил новый альбом под названием прям актуально с сегодняшнего дня повесточка, да? Под названием «Ничего хорошего». Его последний большой релиз выходил еще в апреле 2021 года. Это 8 треков рассуждений о родине, ее прошлом, будущем и рабском мышлении. Вот такой вот альбом написал Фейс. «Ничего хорошего». Очень позитивненько, но, как говорится, правда, она такая, никуда от нее не деться. А сейчас будет громкий скандал. Ну, точнее, он уже случился, я вам только расскажу. Значит, есть такая блогерша украинская Анна Алхим. Если честно, я вообще не знаю, кто это. Вот клянусь искренне, без всяких там каких-то подтекстов. И вот эта Анна Алхим снова оскандалилась своими публичными заявлениями. Я периодически видел какие-то новости с ней, постоянно они были в контексте скандала. Но я сильно не вникал, но вот решил все-таки уделить ей внимание. Анна, в общем, не скрывает, что даже во время войны продолжает слушать российскую музыку и делает это абсолютно открыто, не скрывает. Также Алхим заявила, что считает украинские песни о полномасштабном вторжении шароварщиной, полной бескусицей. И вообще она лучше будет слушать музыку Анны Асти, чем украинских артистов, исполняющих треки о войне. И вот ее цитата. Я вообще не слушаю такую музыку. Я против этого. Шароварщина – это полная хрень, и мне это не нравится. Я считаю, что есть украинские песни, которые мне нравятся, но шароварщина – это полная бескусица, некрасиво и некайфово. Лучше Анну Асти слушать, потому что у нее в песнях много смысла и больше чувств, которые я могу переложить на себя. А о чем я могу думать в машине, когда слушаю эту хрень? В общем, по ее мнению, сейчас певцы просто-напросто хайпуют на теме войны, чтобы унижать украинскую культуру. И вот еще одна ее цитата. Задолбали все эти ракеты в песнях. Это раньше люди слушали песни и вспоминали о войне. А сейчас у нас есть интернет. Так что давайте слушать шароварщину и вспоминать, что у нас война – это не напоминание, это ужас. Ну вот так эмоционально высказалась Анна Алхим. А теперь я хочу, чтобы высказались вы. А прямо сейчас я хочу сказать большое спасибо снова в LHS на дякую каждому за ваш лайк, за то, что не забываете их ставить, поскольку это очень приятно, это очень важно. И я об этом буду каждый день говорить и, конечно, вас благодарить. Дякую, дякую, дякую. Если вы вдруг еще этого не сделали, сейчас самое время. И, конечно же, подписывайтесь и участвуйте в комментариях. Это очень помогает и продвигает канал и также меня мотивирует. Спасибо еще раз всем за лайки. Возвращаемся к новостям. А я вам говорил, что с Тиной Кароль лучше не шутить, и о ней только хорошо и прелестно нужно говорить. А Коля Серка позволил себе позариться на святыню, и вот, пожалуйста, разгорелся громкий скандал вокруг теперь Коли Сергея, который, как вы знаете, недавно рассказал, как неприкасаемая Дина Кароль побоялась выступать для военных возле линии фронта. Напомню, он сказал, что Кароль соглашалась выступить на фронте, однако за день до события отказывалась, и такое было ни один раз. Не ехала из-за страха. Очень негативно отреагировали на такие слова Коля Сергея, фанаты Тины Кароль. Они заявили, что Кароль вообще неоднократно ездила с концертами для военных, выступала в госпитале и собирает благотворительную помощь. Мало того, она это делает не с начала полномасштабной войны, а с 2014 года, видимо, поэтому она до 2022 года выпускала песни до того, как началась война и альбомы только на русском языке. Да, это так. Забыли добавить фанаты, но я добавлю. Слушайте, она могла поехать, образно говоря, конечно же, в Ирпень, например, или Бровары, или где-то в Киевской области выступить, и все. А кто знает, где это было, никто этого не узнает. Вот поверьте, если Тина Кароль поехала бы, допустим, на линию фронта, Бахмут, там еще куда-то, об этом бы вещали, все каналы мира и даже за пределами нашей Земли. Инопланетяне прилетели бы лично и сказали бы ей спасибо. Я же говорю, что про Кароль нужно говорить только хорошо и только, и никакой правды. Иначе налетит ее фан-клуб и разнесет тебя в пух и в перья. Вот я хочу просто еще унести такую ясность, что я ни в коем случае ее не осуждаю за то, что она там не едет. И я понимаю, что ей страшно. Я это все прекрасно понимаю. Этот момент мы вообще упустим. Я вам просто как бы в целом говорю, хуисте на кары. Если она что-то сделает, уж поверьте, незамеченным это не останется. А если нет никаких подтверждений, значит ее там не было. В любом случае, будет она там не будет, это ее личное дело, и мы ее за это упрекать точно не будем. Но ее фан-клуб, это конечно страшно, страшно с ними связываться. Поговорим о скандале между Бастой и Детцлом. Да, вам не послышалось. Конфликт между ними произошел еще в 2016 году. Кирилл тогда еще был жив, он пожаловался на шумную работу клуба «Газгольдер», который принадлежит Басте. Вскоре ссора перешла в публичное пространство. Они стали оскорблять друг друга в интернете. Этот конфликт затянулся на несколько лет. Оба не скупились на резкие выражения. Баста обозвал Детцла гермафродитом и лохматым чмом. Тот в ответ хейтил его творчество. В общем, напряженные отношения они выясняли не только в соцсетях, но и в суде. И в итоге Баста выплатил Кириллу 350 тысяч рублей за моральный ущерб, нанесенный оскорблением. И вот его цитата Басты. «Печальная история. Да, мне было горько читать его комментарии. Я просто не выдержал тогда. Он в «Газгольдере» проводил все свободное время. Я совершил ошибку. Мне надо было с ним просто поговорить. Сказать, «Кирюх, зря это все делается. Ты переходишь грань». Но все закрутилось, как закрутилось. Мне жаль на самом деле. Вот сейчас понимаю, его не стало, и мне жаль, что это было вообще. Но этого не изменить. Я к нему всегда относился очень тепло, поэтому, видимо, вдвойне так отреагировал. Было все нормально. Клуб шумел и до того момента, когда он начал раскручивать эту историю. Зря я компульсивно отреагировал. С учетом того, что мы соседи, мы жили через дом. Мы так и не помирились. Я выполнил все определения суда. Меня застала новость о том, что он умер в туре по Америке. Тут же Саше Толмацкому, его отцу, выразил соболезнование. Что тут говорить? Это горе. Ни один конфликт, ссоры не стоят, ничего, когда такое случается. Я бы сделал какой-нибудь трек, но его фанаты болезненно отреагируют на мою персону по понятным причинам. Это будет неуместно. Жаль, что так все случилось. Берегите здоровье, ребята. Не употребляйте вещества. Это всегда заканчивается печально. Вот так вот прокомментировал Баста. Вы знаете, конечно, он молодец. Он тут максимально постарался себя в этом комментарии оправдать, что вот он такой просто от любви. Он его гермафродитом называл. И вот, слушайте, знаете, что я вам скажу? Если действительно человек сожалеет, как он утверждает, что так произошло, он не будет вот это все продолжать. Берегите здоровье, не употребляйте. К чему это все? У человека уже нет. Все. Остановись. Просто скажи, да, так случилось. Да, мне жаль. Очень жаль. Берегите себя и делайте выводы на наших историях. Нет, Джон, продолжим. То есть, понимаете, он вроде как до сих пор пытается то ли сам с собой договориться, то ли еще что-то. Но такой себе комментарий. Но Баста, он вообще. Сейчас мне опять скажет, а кто у тебя нехитрый жук? А в шоу-бизнесе они все практически такие. Все, кто имеют какую-то власть, известность, они все хитрые. Те, кто нехитрые, о них мы ничего не слышим и не видим. Если кому-то это еще непонятно, вот, пожалуйста, я вам все объяснил. Комментируйте, а мы продолжаем. Вчера писали, что на Пугачеву подали в суд из-за коммуналки. А сегодня уже якобы Алла Пугачева продала второй замок в Подмосковье. Тот самый, из-за которого на нее подали в суд. Вот же штампуют новости. Все знают о замке в деревне Грязь, где она постоянно проживала в последнее время перед тем, как эмигрировала. Есть еще у нее дом на Истри, который она подарила внуку Никите Преснякову. И также имеется не такая известная, но не менее престижная недвижимость в Троицком районе Подмосковья, которую можно назвать вторым замком Пугачевой. По крайней мере, так его называют. Строение не такое монументальное, как в деревне Грязь, но выглядит оно тоже неплохо. Именно на эту недвижимость пришли документы в суд. Газовая компания попросила вернуть 15,5 тысяч рублей, а когда скандал дошел до СМИ, то компания «Газпром» сразу же отозвала свой иск к певице Али Пугачевой с требованием взыскания долга за оплату жилищно-коммунальных услуг. В судебном участке мирового судьи Троицкого района, куда ранее поступило исковое заявление, уже прекратили производство. А все дело в том, что этот дом уже не принадлежит давным-давно Пугачевой. Ее юристы предоставили документы, по которым загородная недвижимость уже давно продана. При этом по кадастровой выписки она до сих пор числится за ней. Соседи говорят, что в доме Аллу Борисовну уже не видели давным-давно. Теперь там давно проживает владелец крупнейшего мола в Москве. Вот видите, что происходит? Они не знают, за что зацепиться. В суд подали. Не было никакого суда. Не знаю, какие там могут быть суды, когда это даже не ее дом. Но ничего удивительного, я думаю, это не последняя кринжовая новость, которую мы услышим про Пугачеву, Галкина и всех несогласных с войной. Ненадолго вернемся в мир футбола, а точнее к скандалу из-за того самого поцелуя. Так вот, президент Международной Федерации Футбола Джани Инфантино прокомментировал инцидент с участием главы Королевской Испанской Футбольной Федерации Луиса Рубиалиса, который после финала, как вы помните, женского чемпионата мира поцеловал капитана сборной Дженнифер Эрмосу. После чего начался скандал, мол, чего он вообще себе такое позволяет. Глава FIFA выразил радость по поводу того, что Испания впервые стала победителем чемпионата мира по футболу среди женщин. И вот его цитата. К сожалению, заслуженное празднование в честь их великолепных чемпионов было испорчено тем, что произошло после финального свистка и тем, что продолжало происходить в последующие дни. Этого никогда не должно было случиться. Также Инфантино заявил, что дисциплинарные органы FIFA немедленно взяли на себя ответственность и предприняли необходимые действия. И добавил, что разбирательство продолжится в законном порядке. Он также пообещал поддерживать женщин и женский футбол в будущем как на поле, так и за его пределами. А тем временем в Испании продолжаются протесты, в которых тысячи людей требуют отставки Луиса Рубиалиса. После разгоревшегося скандала с этим поцелом, женщины выходят на улицы с плакатами, на которых написано «Все кончено». Мама Луиса, которого отстранили от должности после скандала, стала естественно на его защиту. Ангелес Пихар вместе со своей сестрой закрылись в церкви в испанском городе Матрид и объявила бессрочную голодовку. Она требует, чтобы ее сына перестали обвинять в том, что он поцеловал в губы футболистку сборной Дженни. Она также попросила Эрмосу сказать правду. Пихар считает, что поцелуй произошел по обоюдному согласию и не понимает общественного порицания в адрес своего сына, который, по ее словам, не способен никому причинить вред. Напомню, что инцидент произошел 20 августа после финального матча женского чемпионата мира по футболу, в котором сборная Испании, как вы знаете, впервые стала победителями, обыграв команду Англии со счетом 1-0. На церемонии награждения президент Футбольной Федерации Испании Луис Рубиалес обнимал футболиста, как капитана испанской сборной он решил обнять и засосать по полной программе в Кубы, не спросив ее разрешения. Сама же она, хотя и заявила, что действия его ей не понравились, не стала предъявлять обвинения и объяснила все эмоциями. Претензии в свой адрес он начал называть бредом, а потом принес извинения и заявил, что сделал это без злого умысла. Позже стало известно, что он уйдет в отставку. Несколько дней назад дисциплинарный комитет Международной Федерации ФИФА временно отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом. Однако, уволить его будет не так-то просто. Королевская Испанская Футбольная Федерация является частной организацией, не имеющей государственного финансирования, так что она может принимать независимые решения, даже если она представляет Испанию на футбольных соревнованиях. И как говорят СМИ, Луис Рубиалис будет всеми силами бороться за то, чтобы сохранить должность. Помимо репутационных рисков, его волнует и финансовый аспект вопроса, само собой, мы это понимаем. На посту он там получает 370 тысяч евро в год, УЕФА доплачивает ему еще 250 тысяч евро. Ну хорошо, так 520 тысяч долларов, подождите, каких 500? 620 тысяч евро в год? Еще бы, я бы тоже поборолся. Ребят, ну давайте с вами постараемся разобраться в этой истории, что же тут случилось, и считаете ли вы, что нужно его отстранять? Ну конечно, ситуация какая-то странная, да, на эмоциях, на радостях можно все что угодно сделать, чтобы я вот так бежал, всех целовал, но у меня такого не было. Ребят, комментируйте. Продолжаем. А дочь Кейт Уэйнслетт снялась в исторической драме, в интернете, кстати, появился кадр с ней. Мия Триплтон, такая вот сложная фамилия, от которой я язык просто сейчас проглочу, которая сейчас снимается в экранизации романа Эдит Уортон, пираты от Apple TV+. Вот, собственно, можете посмотреть на этот кадр. Конечно, ее будут всегда сравнивать с мамой, кстати, примерно в таком же возрасте Кейт Уэйнслетт снялась в легендарном Титанике и обрела мировую славу. Кто знает, может и ее дочь сможет достичь ее уровня, а может даже переплюнуть. Время покажет. В пиратах Мия играет роль леди Гонори и Марабель. В этом проекте также снимались сестры Сьюки, Уотерхаус, Эмоджин и Кристина Хендрикс. Сериал будет из восьми серий и рассказывает о группе американских девушек, которые в 1870-х годах отправляются в Лондон в поисках титулованных мужей. Кстати, интересный факт. Над проектом работала творческая команда, которая состояла исключительно из женщин. Это уже не первая, кстати, работа Мия в кино. Она дебютировала в фильме Я Рут, где сыграла вместе со своей знаменитой мамой. Фильм рассказывает о сложных отношениях между детьми и родителями. Фильм получил премию Бафта за лучшую женскую роль. Получая награду, она обратилась к дочери со сцены и сказала, что малыш, мы сделали это вместе. Кейт Уинселлит естественно будет поддерживать свою доченьку. Кстати, фильм Я Рут, это даже не фильм, а мини-сериал. Посмотрите, посмотрите, очень интересно. Ну и как рассказывал продюсер шоу, роль Мия получила самостоятельно и совершенно заслуженно. Мало того, прослушивание она проходила отдельно от мамы. Мия, это дочь Кейт Уинселлит от британского кинорежиссера Джима Тримплтона. Вот с такой сложной фамилией, за которого она вышла замуж в 1998 году. В 2001 году они развелись. В общем, дочь Кейт Уинселлит решила покорять киноиндустрию. Пожелаем ей удачи. Амали Джордж Клуни все-таки были замечены папарацци на выходе из своего отеля в Венеции. Они таки прибыли на венецианский кинофестиваль. Это уже хорошо, может еще кто-то подтянется. Вы знаете, я вот смотрю на эту пару, насколько же они красивые, насколько же они гармоничны, как они подходят друг к другу. Красивенная пара. Мне очень нравится. Я не знаю, согласны вы со мной или нет. Ребята, для меня это прям вот супер. А бывший концертный директор группы «Звери» Лера Агапова объяснила поведение романа Билака. Значит, она рассказала о том, почему, по ее мнению, роман, который ранее выступал против войны в Украине, недавно вдруг выступил перед военными на Донбассе и высмеял иноагентов в новой песне. Якобы в непростой сложившейся ситуации Рома-зверь пытается усидеть на двух стульях, угодить всем и все делает ради денег, славы и собственной выгоды. Она даже сравнила его с главным героем фильма талантливый мистер Рипли, который ради лучшей жизни шел по головам и был готов на все, что угодно. В общем, по словам Агаповой, в последние годы семейство Билок стало частыми гостями в Лондоне. И вот ее цитата. Весь российский беглый олигархат, бизнесмены, творческая тусовка, распахивали двери своих домов и ресторанов перед Ромой. Среди них был Евгений Чачваркин. Также она еще заявила, что роман Билок регулярно выступал в Украине, потому что там платили больше и помимо кассовых концертов были серьезные корпоративные заказчики. При этом он якобы тайно выступал на частных мероприятиях в Крыму, куда летал по второму загранпаспорту и просил своего директора скрывать это ото всех. В конце она назвала романа Билока подкупающим своей простотой Буратино, выструганным фигмалионами, Вайтинским, Полиенко, Германика, Серебренниковым и ею самой. Александр Вайтинский это основатель группы «Зверь». Поэт и продюсер Валерий Полиенко, автор хитов группы. Валерия Гагерманенко сняла его в своем нашумевшем сериале «Краткий курс счастливой жизни». Кирилл Серебренников снял романа Билока в главной роли в фильме «Лето». Билок также стал автором саундтрека к фильму Серебренникова, за который получил приз Каннского кинофестиваля. В общем, вот такая вот история от бывшего директора Ромы Зверья. Александр Цикало заработал на своей продюсерской компании внимание, полмиллиарда рублей. Компания «Среда» под названием с 2008 года производит телепрограммы и сериалы для каналов и онлайн-платформ. На ее счету огромное количество рейтинговых проектов. Александр Цикало, хотя является учредителем организации, но не единственным, ему принадлежит 60% акций, а это много. По данным основных финансовых показателей, за 2022 год выручка компании составила 2 миллиарда рублей, а прибыль 510 миллионов. Вот так вот столько принесла Цикало компания. Ну, что я могу сказать, живет он со своей молодой женой в Америке, по-моему, себе тихонько, ушел в любовь и зарабатывает сумасшедшие деньги в России. А сам он, по-моему, уже из Украины, насколько я помню. Вместе с Лолитой потом отправились покорять Москву. Ну, точно, точно. Кабарет, дуэт, академия. Я вспомнил. А на Марсе нашли доказательства ледникового периода. Орбитальный космический аппарат прислал несколько свежих снимков красной планеты, которые помогли сделать важное открытие. На полученных изображениях видны следы движения ледников. Примерно 4 миллиарда лет назад на Марсе начала формироваться пересеченная местность с древними ледниками. Тогда на планете была более плотная атмосфера и высокая температура, вследствие чего образовывались большие скопления жидкой воды. Новые снимки доказывают, что на Марсе могли чередоваться периоды резкого похолодания и потепления климата. А это означает, могли иметь место ледниковые и межледниковые периоды. Я так понимаю, что все-таки что-то кто-то задумал. Они присматривают себе новую планету, видимо, хотят окончательно убабахать Землю и перебраться на Марс или куда они там планируют на Луну. А во время масштабной битвы помидорами уничтожили 146 тонн томатов. Эта драка стала уже традиционной на фестивале Ла Томатина в Валенсии. Я не знаю, правильно я сказал или нет, я испанский не знаю. Что происходит? Участники в этом фестивале целый час бросаются друг в друга помидорами, при этом объединятся в команду нельзя. Каждый должен биться сам за себя. Чтобы никто не получил травм, нужно сначала раздавить томат. В этом году обошлось без пострадавших. 146 тонн томатов. Вот такие развлечения в Испании. 50 Cent сошел с ума по ходу. Он швырнул в зал микрофон и расшиб лоб фанатке. Представляете, причем конкретно расшиб, это не шуточки. Значит, он так сильно расстроился из-за неработающих микрофонов на своем концерте, что швырнул их в зал. От этого они лучше, конечно, не стали. Зато теперь он подозревается в уголовном преступлении. Один из микрофонов попал в голову девушки, разнес ей просто лоб. Она написала заявление в полицию. Я так понимаю, что теперь ему этот концерт выйдет одним местом, потому что ему придется хорошо заплатить. И правильно, потому что ну при чем тут вообще люди? А можно было кидать в тех, кто отвечает за технику? Ну в пол швырни. Куда-то в сцену. Зачем бросать в людей, которые стоят по сцене? Тем более, это самые преданные поклонники. И вот такая любовь, понимаете, микрофоном в лоб. Ну это трэш. Я вообще заметил, что сейчас люди какие-то все агрессивные и не сдержанные становятся. Я боюсь, что меня тоже туда может затянуть. Надеюсь. А стилист Влад Лисовец снова прошелся своим подписчицам. Ну они, как обычно, его постоянно критикуют, называют какой-то бабкой, непонятной, недо мужик, недо женщина. В общем, бабка его все время называет, и он решил ответить. Вот, собственно, послушайте прямую речь от самого Влада Лисовца. Или Влада Лисовец. Господи, не знаю, склоняется, он там не склоняется. А еще знаю, что на меня подписана в основном женская аудитория. Знаете, что пожелаю? Пожелаю вот так выглядеть в 51 с утра. Я думаю, что очень актуальное пожелание. Как добиться такого? Больше о хорошем. Больше хорошего внутри и будет именно так. Это я вам точно говорю. Вот сидит перед вами пример. Больше честного, хорошего. Ребята, внимание, есть, оказывается, реальная девушка с именем Барби и фамилией Опенхеймер. Представляете себе? Вы вообще можете себе представить, что вот так вот вы работаете в отеле, к вам заселяется девушка, дает паспорт на стойке регистрации, ты ее чекенешь, берешь паспорт, читаешь, а у нее написано Барби Опенхеймер. Как вообще такое могло произойти? Я не знаю, я хохотал очень долго. Это трэш. Потому что персонал тоже, который увидел это, они не поверили, что такое может быть. Но это она не делала ради того, что так совпало, что в этом году летом вышла легендарная уже Барби и Опенхеймер. Это никак не связано. У нее действительно фамилия такая давно, а имя Барби у нее было от рождения. И вот такая вот веселая история закончат сегодняшние основные новости. Я думаю, достаточно. Ну, конечно, вы никуда не торопитесь убегать, потому что сейчас будет рубрика добра, а потом я с вами немного поболтаю. Ну, а перед тем, как начнется наша замечательная, прекраснейшая рубрика хорошего, доброго и прекрасного, я еще раз хочу сказать волочезно, дякую, спасибо, спасибо большое от души каждому за то, что приходите, смотрите. Вот когда я это говорю, может быть, кто-то думает, что это просто слова, но нет. Я бы вообще вас всех вот расцеловал бы, обнял бы, честно, накормил бы, напоил, сказал бы, какие же вы чудесные, вот прям глаза. Но я пока что говорю только так. Дякую за все, что вы делаете, за то, что поддерживаете и не бросаете, и понимаете, даже когда меня, может быть, иногда куда-то может эмоционально занести. Но я думаю, с учетом того, что я нахожусь в стране, где идет война уже столько времени, я очень даже неплохо держусь, поверьте мне. Ладно, хватит болтать. Спасибо за ваши лайки, за то, что вы есть. Ну а прямо сейчас вырываемся в рубрику добра. Пообижали. А начну я вот с такой замечательной истории. Значит, фермер, мало того, что спасал и приютил у себя огромное количество бездомных хвостов, так он еще их развлекает. Вот это вот любовь. Он для них сделал специальный паровозик, чтобы их катать. Но вы только посмотрите на этот Диснейленд для хвостатых. Я не могу. Честно, я когда такое вижу, мне сразу становится легко и хорошо. Животным же от нас, кроме любви, заботы, ну и конечно поесть, ничего не надо. Они же нас обожают. И какая милота. Боже, спасибо этому мужчине. А как вам такая история? На обратном пути из Токио девятилетняя девочка случайно забыла свою куклу в самолете. Она была опустушена ведь кукла, Беатрис была ее лучшим другом. И когда пилот узнал об этом, он нашел эту куклу и сам лично отвез ее домой к Валентине. А это на минуточку вообще другой континент. Представляете, Япония, Америку, невероятная история. В общем, девочка счастлива, а мужчине большое спасибо и респект. Вы только посмотрите на еще одну очень умную кошечку. Вот так каждый раз она возвращается домой, звонит, научилась. Хозяева, как обычно, забыли отставить открытую дверь. Но наши котики, наши собачки, они все знают. Они очень умные, они очень способные, поэтому, конечно, но это классно. Слушайте, особенно когда у тебя камера, и ты смотришь, как к тебе пришел вот такой вот посетитель домой. Класс. Вот так вот начинается прекрасный жизненный путь маленьких черепашек, которые только что недавно вылупились из яиц. Сотни детенышей зеленой черепахи появились на свет в заповеднике. Так что, ребята, они отправились в вольную жизнь, на свободу. Люди все делают для того, чтобы их как можно больше было. В общем, как я рад и благодарен людям, которые созидают, а не разрушают с большим сердцем. Снова у нас добрые люди. На этот раз они спасли овечек из контактного зоопарка. Все дело в том, что их туда взяли маленькими, а когда они подросли, они им резко стали не нужны. И тогда девушка забрала их себе. У нее есть своя ферма, она очень любит животных. Овечки, конечно, не поняли, почему с ними так поступили. Но, вы знаете, все, что не делается, все к лучшему, потому что контактные зоопарки для меня это, конечно, страх. Я это не люблю. Я против этого. Не знаю, как вы к этому относитесь, какими бы они хорошими не были, но все же нет, не люблю я. Животные есть животные. Они, конечно, милые, но я думаю, больше одного-двух людей не нужно. Вот знаете, когда целый день ходят, их там тискают, дергают, они в шоке, наверное. Ну и для последок вам еще одна хорошая милая история, точнее, видео. Вы только посмотрите на эту милоту. Каждый вечер парень садится и читает сказки своему восстатому другу, потому что он просто обожает засыпать под его рассказы. Ну, слушайте, милота зашкаливает. Все, ребят, на этом рубрика добра на сегодня заканчивается тоже. Но видео еще продолжается. Давайте я с вами еще немножечко поговорю. Сейчас хлебану немного, горло смочу и вернусь. С Люк Евген сейчас повернется. Секунду. Все, я здесь. У меня, как обычно, рубрика позвони мне, когда я работаю. Вот сейчас я сидел опять записывал видео и мне вот кто-то там выписывает и я прям вижу, пишут, пишут, набери, набери, почему-то тебе зазвониться нельзя. Алло, Женя, Женя. Знаете, как будто я не знаю, сейчас что-то такое глобальное происходит в мире, что только я это могу решить. Я больше, чем уверен, что там ничего важного. Но вот надо, понимаете, вот эту всю суету нагнать, поднять и в общем, ладно. Самое главное, что я научился отключать телефоны. Слушай, во-первых, осень. Вы как уже поверили в то, что осень пришла? Жара, кстати, ушла. Не знаю, как у вас, у нас она убежала куда-то. Не знаю, надолго или нет, в любом случае, я так посмотрел прогноз погоды на сентябрь, обещают, что он будет теплым. Именно теплым, не жарким. Поэтому меня лично это очень радует. Я все-таки хочу, чтобы солнышко было с нами еще как можно дольше. Я как человек солнцезависимый, для меня это очень важно и приятно. Да мне вообще кажется, что большинство людей таких же. Не знаю, есть ли такие люди, которым вообще фиолетово есть солнце или нет. У меня тут, значит, интересная история произошла. Неожиданно сюрприз у меня был здесь недавно. Значит, позвонил мне один мой друг. Он не в Украине находится и он уехал не во время войны. Он давно еще до войны уехал. Он живет в Европе. Не буду уточнять, в какой стране, неважно. Это первый звонок за все время, пока полномасштабная война. Мне было, безусловно, приятно, что он ко мне обратился. Но мне было приятно ровно одну минуту. Сейчас объясню, почему. Я подумал, что вот звонит мне человек, спросить, как у меня дела, поддержать. Вспомнил. В любом случае, когда тебе пишут, что-то скидывают, это всегда приятно. Это говорит о том, что о тебе помнит человек. Поэтому, ребята, когда вам кто-то что-то сбрасывает, просто благодарите людей. Это говорит о том, что в этот момент, когда человек увидел какую-то картинку, я не знаю, какое-то видео, он вспомнил о вас и захотел поделиться с вами. А это говорит о многом. Поэтому всегда нужно быть благодарным. Я просто знаю, что многие как-то скептически к этому относятся, а я нет. Я всегда с благодарностью. Так вот, я же подумал, он звонит, спросит, как у меня дела. Ну, так и было. Он у меня спросил сразу, привет, как дела? А дальше он переключился на другое. Говорит, что я, в общем, тебе по делу звоню, мне нужна твоя помощь. Ну, отлично. А что бы мне еще звонили? Если мне звонят или пишут раз в несколько лет, это говорит о том, что, значит, я должен быть чем-то полезным для кого-то. Да. Наверное, если бы это случилось несколько лет назад, я бы просто положил трубку и, не знаю, а может быть, даже еще как-то резко бы ответил. А вот сейчас как-то мне все равно было. Мне даже это никак ни капли не задело. Но я выслушал, я понял, что ему что-то нужно. В общем, там нужно кое-что он передаст из Европы. Мне это нужно будет в другое место отдать, потом снова забрать, ему отправить. Понятное дело, что они сами будут все оплачивать. Это от меня только требуется, что я вот нахожусь в Киеве и я могу это помочь. А он как бы мне доверяет. А мы с ним не виделись. Боже, сколько мы с ним не виделись. Наверное, лет шесть. Мы не виделись, не созванивались очень много времени. Но все равно вспомнили обо мне, когда что-то понадобилось. Все равно хорошо. Я, вы знаете, сначала подумал, да не скажу, слушай, дружище, некогда мне этим заниматься, не хочу. Или просто сказать не хочу. Кстати, это тоже для меня вот такой момент непонятный, с которым я сталкиваюсь. Не я лично, а с этим сталкиваются мои многие знакомые, которые не могут прямо сказать, допустим, да, образно говоря, кто-то ко мне сейчас обратился, ты же полное право имеешь сказать нет. Если ты действительно не хочешь, для тебя это какой-то там стресс, неудобно, еще что-то, то есть ты можешь отказать. Тебя не должно волновать, как там на это отреагирует человек, потому что мы, в принципе, никому ничем не обязаны. Это нормально. И для меня всегда вот был такой парадокс, почему такую простую банальную вещь, которую вроде как все понимают, не могут как-то ввести в свою жизнь, да, в свой оборот, и как-то вот пользоваться этим же. То есть людям как-то неудобно. Говорят, ну вот как я откажу, поэтому лучше я вот переступлюсь, не знаю, там наступлю себе на горло, буду нервничать, стрессовать, но вот сделаю, чтобы только обо мне там плохо не подумали. Слушайте, а нас подумают и так, не пойми как, чтобы вы сделали или не делали, это не имеет значения. А учитывая то, как люди любят юзать других людей, пользоваться в своих корыстных целях, но все мы это прекрасно знаем и через это проходили неоднократно. Поэтому, если вам не сложно, вот как мне, допустим, я просто узнал ситуацию, сказал, что в принципе это не так далеко от меня, я сказал, хорошо, окей, я помогу. Ну то есть там немножко займет моего времени, от меня не упадет. Если бы это, конечно, для меня было там слишком сверх, да, я бы сказал бы, знаешь, что, ну как бы, ничего личного, но я не буду этим заниматься, потому что там, хотя у меня нет на это ни желания, ни времени, короче, не хочу. Вот я такой человек, который может это сказать. Раньше, когда там вот, я еще, не знаю, лет 10 назад, конечно, если бы там кто-то со мной бы не общался несколько лет, он мне позвонил бы и сказал бы, а ты можешь меня выручить, я бы сказал бы, да иди ты нахрен, я бы, наверное, трубку не взял бы, а сейчас, видите, я бы по-другому к этому отношусь. Все-таки я понимаю, что вот каждый год, там, каждых несколько лет я меняюсь, как там говорят, век живи, невозможно все узнать, даже сколько бы ты не жил, сколько бы ты не поглощал информацией, ты всего никогда не узнаешь, ты во всем не будешь разбираться. Но вот то, что для меня самое любимое, да, это, конечно, опыт, мудрость, да, вот я больше на этом фиксируюсь, как-то в этом, я, наверное, больше к этому предрасположенности у меня, чем, допустим, каким-то умственным познанием, да, с моими вечными окончаниями, ударениями и так далее, с моим, как сказали мне, акцентом, селюка. Это не важно. Самое главное, что в каких-то жизненных ситуациях мне моя мудрость, она намного больше будет полезна, чем, допустим, ударение в какой-то фамилии, которая мне, в принципе, в жизни никак не пригодится. В любом случае, я благодарен всегда вам за то, что вы мне подсказываете. Вот, кстати, по поводу фамилии Макс Барских, да, мне вот говорят, эта фамилия не склоняется. Давайте начнем с того, что, в принципе, нет такого Макс Барских, это все придумано. Он же не Макс, не Барских, он вообще, по-моему, Николай, фамилию не помню, поэтому раз они придумали этот ник, тогда я могу придумывать, можно ее склонять или нет, понятно? Я себя оправдал. Вот такое, молодец, находчиво. Это называется мудрость и хитрость, наверное, я не знаю. Короче, вот так вот. А как бы вы поступили, ребят, если бы вам сейчас позвонили? Это с учетом, что ты находишься здесь, в стране, где идет война, а люди находятся там. Но я понимаю, что он не может приехать, потому что, если он приедет, он потом не уедет. Но я просто хочу уточнить, что он никуда не убегал, он уехал на заработки, там, образно говоря, в Европу, там, неважно куда, еще за год до того, как началась война. И он, кстати, он должен был вот в марте приехать в Украину, в отпуск, и из-за того, что случилась эта беда, естественно, он никуда не поехал. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот я вот с ним сколько не общался, да? Он мне вот рассказал, мы немножко пообщались, он мне так коротко объяснил, рассказал, как он там живет. Честно, я не скажу, что он там не то, что шикует, но он там прям совсем худо-бедно живет, очень худо-бедно, вот кроме шуток. Может быть, это у него так, я не знаю. Но он там, дело в том, что не один год, не один год, он поначалу там какие-то заводы, фабрики, знаете, как многие начинают, через каких-то людей выезжал, там кинули, там опрокинули, в общем, столько всего было. Но вот сколько, четыре или пять лет он живет в Европе, но ему не хватает денег ни на что. Ни на что. Он живет по-прежнему в хостеле, не может даже позволить себе там комнатку какую-то снять. То есть, вот так вот бывает. Это мы иногда себе, ну не я, а я знаю, что многие люди, они немножко преувеличивают и видят какую-то жизнь в Европе совсем другой. Понятное дело, что в каждой стране, в каждом городе, в каждом селе, в небольшом городке и так далее, всегда найдутся люди очень богатые, попроще, бедные, там совсем бедные и так далее. Так же и в Европе. Не все люди там живут в шоколаде, особенно когда ты не гражданин этой страны, когда у тебя просто рабочая виза и ты гражданин другой страны. Ну не так это легко. Ну и зарплаты, плюс расходы, они там, знаете, не дадут тебе прям так сильно разбогатеть. Я не знаю, это нужно прям учиться, доказывать, что там суперспециалисты, я не знаю, например, стать каким-то успешным хирургом, да, образно говоря, в Германии там или в какой-нибудь другой европейской стране. Тогда да, я думаю, ты будешь зарабатывать хорошие деньги или там каким-то суперучителем в той же Германии, допустим, ты станешь. А так, даже не знаю. Но в любом случае, я так скажу, что лучше, наверное, так, как у него сейчас, чем был бы он, он, кстати, сам из Харькова, да, поэтому, я думаю, там бы ему точно не было бы сладко. Поэтому вот так вот. Видите, ребята, как я меняюсь. Мне позвонили, спросили, первых 10 секунд было, был вопрос про меня, а потом помоги мне. Я помогу. Но мне не трудно. В этот раз помогу. Но я не буду говорить, что я буду всем помогать. Я, знаете, не из тех людей. Я там святой, я бегу и всем откликаюсь на помощь. Если я могу, если у меня есть силы, есть время, возможность, желание, я это сделаю. Если, допустим, я вот почувствую, что вот внутри не хочу этого делать, я не буду этого делать. Да, наверное, раньше бы я тоже как-то сильно призадумался, о боже, наверное, это нехорошо отказывать. А сейчас я думаю, я должен думать в первую очередь о себе. Так кажется. Нет, мне не кажется, я уверен. Поэтому, ребята, ставьте во главе угла себя в первую очередь. Все остальные потом. Это важно. Это очень-очень важно. Сейчас начнется мантра полюбить себя. Нет, я шучу, этого не будет. Нет, на самом деле, любить себя, конечно, нужно. Короче, ребят, я заканчиваю тарахтелку. Тяжелая неделя была, да, я вообще не спал ни одной ночи нормально на этой неделе. Какой там ночи? Ну ладно. В общем, я вам всем желаю прекрасных выходных. Я надеюсь, что я наконец-то отосплюсь за это время. Вот прям сегодня как лягу и просто отосплюсь. Я очень на это рассчитываю. И в понедельник к вам вернусь весь такой легкий, воздушный, жизнерадостный, как всегда. Вот. А вам желаю хорошо провести время. И самое главное, мирного неба над головой. Берегите себя обязательно. У кого сегодня день рождения, именины, от всей души, поздравляю с вашим днем. На Хайфса буду добры у вас. Будьте здоровы, будьте счастливы и будьте в безопасности. И пусть вам в жизни всегда сопутствует только удача. Только-только. И будет много-много приятных, хороших сюрпризов, эмоций и классных людей, с которыми вам будет всегда интересно. Это очень тоже важно. До понедельника. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok